Дорогие друзья, почему многие браки распадаются? Почему это происходит после такой замечательной казалось бы свадьбы? Несколько дней назад, недель назад, мы читали в Торе о первой в истории паре там Адам и Ева Нухава. Ну понятно, Бог их сделал, других не было выбирать. Ни одному, ни второму не приходилось. Но нам не рассказали никакого руководства по тому, как жить и как выбирать. Дал Бог, живи. А как выбрать, когда людей уже много, там этого не было. И вот эта свадьба Искака и Ривки, которая описывается в нашей недельной главе, это совершенно другое. Я не буду сейчас на этом остановиться, вопрос немножко в другом. Началась она со сватовства в Хевроне, где жил Аврам. На старости лет отправил он своего Элиезера слугу. Это отдельная история. Мы о другом. Итак, пришла Ривка. Искак ввел ее в шатер матери своей, женился на ней. И Торе рассказывает об этом очень интересно. Взял Ривку раз, стала ему женой и полюбил ее. Обычно как все описывают. Вот увидел, влюбился и все. Еврейская система рассказывает совершенно другое. То есть, если, например, как логика стиха, перед заключением брака необходимо удостовериться, что у будущих супругов есть какой-то общий контакт. Кроме того, что физический знаменатель какой-то, что они как бы приятны друг другу, но еще одинаковая это шкала ценностей, устремления. Но другого никто ничего не знает. Это как бы, что время идет, что не идет, ты не знаешь человека, с которым ты. Это другой мир. И вот Раб Элизер, он проверял что? Он доброту проверял, какие-то вот человеческие качества. Но в сути, Искак ввел ее в шатер. Стала она как мать его и так далее и тому подобное. То есть, даже Раша, который объясняет нам эту историю, он говорит, что Ривка восполнила все, что не хватало Ицхаку, в плане духовного развития после смерти его матери. И это был такой брак, где они каждым днем увеличивался он. Вот так и должно быть. Не вниз и тебя вверх. И только после этого и взял Ривку, и стала она женой полюбила. То есть, любовь, она приходит в конце, а не в начале. Любовь, которая в начале, она сложная очень. Больше всего написано, человек нуждается в любви. И любить, это значит что? Правильно понимаете это слово. Получать и отдавать. Но и отдавать. Любовь позволяет нам испытывать человека, с которым мы живем. И он испытывает нас. Возлюби ближнего как самого себя. Один из главных принципов Торы. Но может быть такое. Разве можно любить таким образом? Написана настоящая любовь. Она не эгоистична. Есть эгоистическая. Есть не эгоистическая. Есть две. Эгоистическая. Это при условии. Вот ты любишь при условии. Тебе нравится. Ну разве нравилось, не любишь. Или там готовят вкусно. Или там еще что-то. Или такой парень, кажется, смотришь не такой. То есть, это с условиями. Не эгоистическая любовь. Она другая. Ты постепенно, потихоньку проникаешься интересными потребностями партнера. Выходишь из своего ограниченного мира. И это совсем другое. Можно сказать, что одной из главных причин большинства разводов в наши дни является иллюзия. Когда юноши и девушки питают и взрослые иногда. Там фильмов-то смотрелись каких-то. И там какая должна быть жизнь. И какие там голливудские страсти и так далее. Слова подобные. Мы полюбили друг друга. Это любовь была с первого взгляда. Они противоречивые. Любовь надо развивать и создавать годами. Она не может возникнуть. Написали мудрецы с одного взгляда. Это всплеск такой. Если быть честным с собой до конца, то приятное чувство, которое возникло при первой встрече, можно назвать скорее влюбленностью. Это влечением. А любовь с первого взгляда это несколько другое. Любовический Рэбе один раз обсуждая с женщиной, она пришла к нему и обсуждала с женихов, которые их сватали. И она объясняла, почему не подходит. Тот, почему Рэбе с улыбкой сказал, что вы прочитали слишком много романов. Любовь это не безграничное ослепляющее чувство, когда мы находимся в художественных рассказах или фильмах. Любовь это чувство, которое должно усиливаться со временем. И мило маленькие повседневные дела в жизни способствуют расцвету любви. Надо стремление разделить с партнером судьбу, забота какая-то, взаимная и так далее. Вот это и будет, вот это то, что вот это и создастся. И терпение, должно быть колоссальное терпение, потому что без терпения не бывает ничего. А второе, надо помнить, что несмотря на то, что показывают нам эти голливудские фильмы, наши избранники, мужские и женские, это не принцы или не принцессы. Мы много недостатков находим, из некоторых можно избавиться, от некоторых не совсем можно. А ведь недостатки есть у всех. Ну и что? Что от этого происходит? Как найти ключ, как выйти из этой ситуации? И первое, надо понимать, что брак это священно, поэтому да и много говорит. И без этого просто ничего не получается. И подводя итог, вот что можно сказать. То, что сказали наши мудрецы. Свадьба это только начало. Если мы не будем строить иллюзии, то обязательно постепенно что-то построим хорошее. Но мы должны запастись терпением, с Божьей помощью, при условии нашего ответственного отношения. Рассвет тет и настоящие хорошие отношения. Мы удостоимся в браке иметь хорошего партнера и настоящего. Браховатслах. Браховатслах.